Бол вымощен керамическими плитками, имеющими форму параллелограмма с разными сторонами. То есть это не ромб, знаете, да? Параллелограмма, у которого две стороны одинаковые, называется ромб. А здесь параллелограмм с неодинаковыми сторонами. Так вот, одна из плиток расшаталась, ее вынули. И сколькими способами можно вернуть ее на место, а вот дальше будет два варианта. Один вариант, когда плитку нельзя переворачивать, а другой вариант, когда плитку можно переворачивать. Ну, знаете, на самом деле чаще всего плитка по-разному выглядит сверху и снизу. Снизу она сделана так, чтобы ее было удобно. Клей. Клей. Ну, так, в случае квартир, клей, в случае улиц, там, немножко похит. Другая технология, но это очень понятно. А с другой стороны, бывают несимметричные плитки. Бывает ситуация, когда просто такой камень, который так кладешь или так... Вот. Что? Итак, два варианта. У вас есть правилограмм с разными сторонами, который вы хотите положить ровно на то место, где он лежал. Если нельзя переворачивать, сколько способов это сделать? Как вы считаете? Как вы считаете? А. Вот примеролограмм. А, Б, С, Д. Так, только как это объяснять? А давайте делаем так. Напишем буквы, А, Б, С, Д. Под ними поставим стрелочки. И под ними напишем, в первом случае, вот так. Скажите, пожалуйста, что это означает? А, Б, С, Д, это означает, что мы плитку вынули, и никуда не переворачивали, и положили прямо как лежало. Вообще, как вы думаете, бывает так или не бывает? Ну, ладно. Само бывает. Более того, я в жизни наблюдал своими глазами просто удивительную совершенно... Вскоре повезло два года назад побывать во Флоренции, совершенно замечательно красивый город, и соседнюю с местом, где мы жили, улицу ремонтировали. Так вот, докладываю, как ее ремонтировать. Она состояла из очень маленьких по размеру камней. Ну, не маленьких, но, не знаю, ну, это полметра размер. Ну, такой пример, да, да? Меньше полметра, чуть больше, чем полметра, метр. И, каково же было наше скольное удивление, когда мы увидели, что для ремонта все эти камни вытащили и написали на них номера. Да, да, после чего сделали там то, что им надо было. Где-то через неделю этот ремонт более-менее был закончен, а именно их действительно в том же порядке поставили. С нашей точки зрения это был ужас какой-то, потому что для нас это были какие-то бесформенные камни, но они были перетерты друг к другу, и поэтому их действительно ровно в том же порядке воркнули. Вот. Так вот. То, что у меня написано на доске, между прочим, имеет стандартное обозначение. Ит. Ит. Итентити. Тождество. Понятно? Тождество. Когда все кладется ровно на свое место. Замечательно. А еще вариант. Прократите, то есть, тоже. Криратус. С, молодцы. Дальше. Б. На место Б вовсе не Б. Д. На место С. А. А сюда? Б. Б. Абсолютно верно. Да, я не буду здесь писать стрелочкой, понятно, имеете вот так. Хорошо. Это называется поворот на 180 градусов вокруг вот этой точки. Вокруг центра полилограммы. Поворот на 180 градусов вокруг центра полилограммы. Кстати, R это первая рука в каком слове? Верно. Совершенно верно. Вращательный. Кто? Может быть, слышали? Есть у него понятие ротация. Что такое? Ротация какого-нибудь там комитета. И какая-нибудь там академия наук. Или какое-нибудь там художественное общество. Да не важно. Просто какая-то такая организация с большим количеством людей. Иногда договариваются, что какой-нибудь там, не знаю, руководящий орган или какая-нибудь там комиссия составляет по такому принципу, что там в нее входит, я не знаю, там 20 человек. И каждый год там петельных из них заменяют на каких-нибудь других. Понятная идея? Тогда это не постоянная штука, а с другой стороны, о, слушайте, список дежурных по классу. Или вы уже этим не занимаетесь? У вас нет? Не занимаемся, да. Нет, просто в некоторых школах это еще осталось. Там всевозможное дежурство. В некоторых уже нет. По-разному бывает, конечно. Ладно, шутку ротации все поняли? Такая замена части, да? Ротор – это вращение. Ротейт – вращатель. Замечательно. А теперь, когда можно переворачивать, тогда скажите, пожалуйста, что будет? Что? Когда можно будет наоборот? С, это, 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 это. Если можно переворачивать. Сколько существует способов этот параллелограмм? Совместить сам с собой. Давайте посмотрим. Что такое переворачивать? Переворачивать – это на самом деле вот так. Согласны? Переворачивать – это на самом деле вот так. А теперь очень интересный вопрос. Господа, а можно ли в принципе совместить… Такие нельзя, но правда нет. Простей параллелограмм с этим. Нет. Если повернуть, то смотрите, что произойдет. Вы его поворачиваете, и он здесь будет угол, сюда. Идея понятна. Да. Идея понятна. На самом деле есть один случай. Когда вот этот вот угол – 90 градусов. Если прямоугольник, то совместить переворачивая можно. А если не прямоугольник, то нельзя. Отлично. Коробочка, чтобы не загрязнилась. А теперь, внимание. Вот это для нее коробочка, чтобы она грязная стала. Правильно? Замечательно. Замечательно. Вот здесь вот есть место для этой штуки. Я сейчас пытаюсь положить. Интересно, получится или нет? Получилось? Да. Получилось. Отлично. Переворачиваю. А на вторую сторону. Поняли? Что? Угол в другую сторону. Да. Совершенно верно. Угол в другую сторону. Заметьте, для чего это сделано? Это сделано для того, что, когда я пытаюсь это засунуть в камеру, и не той стороной, я же не помню, где контакты. Вот есть камера, там есть щель для этой карты. Что? Посмотреть можно. Но лучше, если сама техника не позволяет неправильно засунуть. Понятно? Вот, ребята, смысл простой. Здесь просто у прямоугольника срезан уголок. Чуть-чуть срезан. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы задать ориентацию. Понятно?